Итак, у вас появились написанные, продуманные теги, которые касаются вас, как человека личности, либо того имиджа профессионального, который вы собираетесь продвигать. После этого очень важным моментом является понять, насколько вы адекватно, верно знаете, оцениваете себя и свою внешность. Потому что очень часто у людей бывают разные психологические эффекты, которые мешают адекватно знать, как они выглядят, какова их фигура, ее особенности, какие есть яркие черты лица, которые притягивают все внимание, что нельзя, как говорится, проигнорировать стилистики. Поэтому очень важным аспектом является знание о себе и о своей фигуре, и о своем типе, характере, внешности, которые вы тоже должны накладывать, как говорится, на лист бумаги, для того, чтобы ничего не пропустить в поисках стиля. Итак, знаем теги, знаем особенности своей внешности, что делаем следующее. Следующий шаг – четко понимать свой образ жизни. Потому что есть люди, у которых образ жизни включает большое количество вечерней или яркой одежды, а есть люди, которым такая одежда нужна 2-3 раза в год. Как вы понимаете, это должно отразиться на гардеробе. То же самое есть те, кто принципиально много, часто ходит на работу, с работой, по делам пешком, да, и высчитывает шагами, а есть те, которые совершенно благополучно доезжают от точки B до точки C и могут в этом случае достаточно часто носить каблуки, да. Вот этот момент тоже зафиксировали. То, что в плане обуви, в плане сумок, в плане комбинаторики и верхней одежды в сезоне осень-зима – это очень важные вещи. Так, третий пункт – образ жизни.